Всем привет, с вами Свобода Евро и сегодня я хочу познакомить вас с игрой Total War Arena от Wargaming и Creative Assembly. Игра основана на всяких событиях, на всяких битвах до нашей эры и в некоторых веках уже в нашей эры. Типа всяких там различных римских битв, ну или вот как вы видите тут нашего Леонида из Спарты, битв спартанцев и так далее. Все у нас три нации, это Рим, Греция и Варвары. У каждой нации есть свои какие-то интересные полководцы, у полководцев есть свои перки. Перки достаточно интересны и присущи конкретному полководцу, связанные с его историей. Тут вы можете почитать информацию о полководце, которого вы выбрали. Некоторых полководцев вы можете взять за свободный опыт и за золото. Тут также есть золото, серебро и свободный опыт, как и в танках. У каждого полководца, как я уже говорил, есть свои отличительные перки. Перки подходят не всем видам отрядов, которыми они могут управлять. Собственно, перейдем к отрядам. У нас в подчинении может быть всего три отряда. Все они могут быть разные. К примеру, вы можете взять лошников, первым отрядом, вторым отрядом конницу и третьим, не знаю, какую-то пехоту ближнего боя. Видов отрядов тут достаточно большое количество. Наверное, представлены абсолютно все, которые были в истории. Все эти отряды прокачиваются. У них есть небольшое дерево прокачки. Есть характеристики. Вот здесь во вкладке есть раздел внешний вид, где вы можете как-то украшать свои отряды. Есть информация о тех отрядах, которые вы сейчас выбрали. Также у отрядов есть свой определенный перк или расходник, который вы можете купить и отдельно активировать на каждый отряд. У отрядов есть свой уровень. И вот сейчас вы видите дерево прокачки. Очень похоже на то дерево, что есть у нас в World of Tanks. Отряды абсолютно различные. Там конница, пехота ближнего боя, лучники, какие-то сооружения, может быть, метательные. Есть премиум отряды, такие как, к примеру, спартанцы, гоплиты. Их вы можете купить за золото. У пауководцев тоже есть свое подобие дерева развития. Тут также, в зависимости от уровня, открываются определенные какие-то перки. И эти перки прокачиваются за свободный опыт. К примеру, вот у Кенаны есть ливень стрел на пятом уровне. Это когда очень-очень-очень много стрел лучники отправляют за короткий промежуток времени. Перки, я уже говорил, прокачиваются за свободный опыт. Вот почему так сделали, я не сильно понимаю, но, наверное, разработчикам виднее. Вот, собственно, и все, что вы, в принципе, должны знать, чтобы начать как-то разбираться в игре и вступить в первый бой. Если что, у вас всегда есть кнопочка обучения в правом нижнем углу. Ну и давайте посмотрим, какие виды боев у нас есть. У нас есть игра против ИИ, это с первого по третий уровень отрядов. А также есть игра против реальных обычных соперников. Ну и перейдем к самому бою. Покажу вам несколько боев, которые я сыграл за время записи этого ролика. Собственно, как начинается бой. Бой у нас состоит из 10 союзников и 10 противников. Вы выбираете точку респа, где-то на карте, где вы лучше всего думаете, сможете сыграть. В зависимости от того, каким отрядом вы управляете. Там лучниками, пехотой ближнего боя, конницей, либо какими-то отрядами с дальнобойными орудиями. И от этого уже отталкиваетесь и создаете какую-то свою тактику для битвы. Не пытайтесь сразу идти в месиво, думайте, обдумывайте каждый шаг. И не забывайте, что вы управляете тремя отрядами. То есть вы можете выбрать какую-то тактику, чтобы один отряд отправился в одну сторону, как-то подождал кого-то, другой отряд принял на себя весь бой, но зато два каких-нибудь там отряда, которые у вас были сбоку, смогли зайти противником в тыл. Не забывайте про различные перки, которые у вас находятся в нижней панели управления отрядами и полководцем. Не забывайте их прожимать в нужный именно момент. Почитайте вот в начале битвы, что вообще может ваш персонаж, то есть ваш полководец, и уже от этого думайте, когда прожимать, когда не прожимать что-то. Также не забывайте про какие-то перки, расходники, так называемые, которые вы приобрели, либо, если не забыли, конечно, приобретете для своих отрядов. Делать это нужно заранее перед боем, не забывайте. Больше всего в этой игре мне понравилось играть закоплитов и лучников. Лучники тут созданы достаточно интересно. Рекомендую вам все-таки прокачать Кенану и опробовать этих лучников, которые будут у вас на пятом уровне, когда откроется определенный перк для Кенана, где вы сможете просто косить толпы противников за 5-6 секунд. А гоплиты мне понравились тем, что можно интересно управлять отрядами и сдерживать какие-то направления. То есть выстраиваться в фалангу, опускать пики, держать это направление, не подпуская этими пиками людей куда-то, либо атакуя их ими. Просто ставите такую вот фалангу гоплитов и идете на противника. А противнику не остается практически никаких шансов, если он опять же не вооружен такими же пиками, либо не имеет какого-то оружия дальнего действия. Ну и минусы, конечно, у всех отрядов имеются. У конницы, у лучников, у отрядов ближнего боя, у артиллерии какой-нибудь, то есть у каких-то там катапульт полно на самом деле минусов. Не забывайте, что это стратегия и вам надо подбирать какую-то свою тактику боя прямо с самого начала битвы. Ну и ваша тактика может измениться, что в начале боя, что в середине, что в самом конце. Тут все, как говорится, непредсказуемо. Ну и еще один важный момент, который стоило бы озвучить сейчас для вас, это то, что в первом отряде, в самом левом отряде из трех, которыми вы управляете, находится ваш полководец. К примеру, у вас там будет Кенана, либо Леонид, либо Верцингетерик какой-нибудь и так далее. Либо Цезарь, если вы его, конечно, купите. Вот, и если этот полководец умрет в битве, то есть умрет этот первый отряд, а полководец умирает обычно, когда умирает полностью его отряд, только в самом конце полководец умирает, то вы не сможете использовать перки командира, то есть первые три перка, которые находятся у вас в нижней панели управления вашими отрядами. Для обзорного ролика, я считаю, информации было достаточно. Пробуйте как-то попасть на закрытый бета-тест, вводите промокоды всякие там, инвайты, участвуйте в тестировании этой игры. Не забывайте то, что это тестирование непросто так проходит. Здесь тестируются какие-то новые механики, которые, возможно, войдут в игру, а также вы опробуйте первыми тот контент, который большой публике выйдет намного позже. Вот. Игрушка достаточно интересная. Ну, а я начинаю заканчивать свой ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, там вы можете узнать все самое интересное и самое новое обо мне. Ну и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok